Ребята, всем привет! Это не урок по елочным игрушкам или вот этому блюду, хотя он уже есть у меня на бусте и будет в весеннем интенсиве. Я сегодня хочу вам рассказать о том, как нужно фотографировать изделие. Вернее, я не хочу получать вас, я хочу показать свой процесс и поделиться своими мыслями. Потому что, знаете, зачастую мастер может быть супер талантливый, супер крутое сделать изделие, но сфотографировать это под цветом домашней лампочки, не протерев камеру, и изделие будет настолько ужасно выглядеть, что испортит все впечатление. Я не говорю о том, что мы гонимся за деньгами, нам надо зарабатывать все деньги мира. Нет, здесь нет никакой алчной основы, здесь есть главная основа, вы в любом случае должны зарабатывать. Это все хорошо, мы несем прекрасное, мы меняем мир, делаем его лучше, показываем людям новые точки зрения, но нам нужны деньги на материалы, это элементарно. И наши изделия, если вы уже выходите на уровень, не просто подарить соседям, а наши изделия должны приносить нам деньги. И должны быть покупательными. И, к сожалению, иногда зачастую неталантливые мастера, но очень удачливые продавцы и хитрые маркетологи смогут так сфотографировать некачественное изделие, что его захотят купить по сравнению с качественным и хорошо выполненным, но мастером, которым должным образом не сфотографировать. И я вам скажу, для многих это может выглядеть и быть, знаете, как серьезным преодолением себя, но фотографировать, если вы поймете и хоть раз попробуете эту схему и приучите себя, как вставать и утром чистить зубы, так и сделав изделие, самое главное – это сфотографировать. Можно даже не доделать задних, потом вы его сделаете. Надо сфотографировать и снять видео. Это первое. Здесь у меня сейчас хаос, но я буду вам рассказывать те вещи, те азы, которые меня муж научил, он фотограф, и которые я применяю на практике. Во-первых, самое главное – мы берем наш телефон, причем фирма телефона и качество камеры иногда не играет первосерпенную и важную роль. Главное – выполнять эти правила, и у вас все получится. Когда мы открываем камеру, первое – протираем линзу. Это хоть звучит, как детский сад и очевидно, но иногда заляпанная камера портит все, и человек этого не замечает. Потом, мы когда фотографируем, у нас есть опция, во-первых, сразу навести четкость. Это тоже. Я вижу очень много работ в фотографии учениц, которые не навели четкость, фотографировали быстро. И, естественно, от этого все испортилось. Дальше. Когда вы фотографируете, вы можете, вот смотрите, двойным нажатием на экран, я уверена, в каждой фирме, возможно, не на двойное нажатие, но вы попробуйте, потыкайте у себя. На начальном этапе можно сделать ярче, вот вы видите, да? Можно сделать темнее или светлее. Сейчас я замечаю тенденцию, что очень популярные и модные фотографии, когда вот через такой, через дымку, через какой-то такой ночной, ночная съемка, ну, то есть такой романтик. Четкость навели, протерли камеру, яркость выставили, да, у себя. Теперь фотофоны. Вы можете, у вас есть два пути. Вы можете заморочиться самостоятельно и уже в вашей рабочем пространстве сделать фотозону, которую вы не трогаете, к которой вы не подходите. У вас всегда должен быть чистый фон, светлый. Вы можете не наполнять его там кучей листов, достаточно просто белый лист, и это будет смотреться хорошо. Смотрите, ребят, я много рисую, да, и я покупаю всегда холсты. Вот, холсты. Он с обратной стороны белый, с лицевой стороны белый, с обратной стороны вот цвет холста, да, такой льняной. И я выбираю, какие изделия, как сфотографировать. На холсте. Иногда я покупаю бумагу. Вот это бумага. У меня подоконник, я застелила ее бумагой. Я всегда собираю сухоцветы. Фотографируя изделие, вы можете использовать и другое изделие на фоне его сфотографировать. Главное помнить, во-первых, наше изделие зеркальное. Оно кайфовое, когда ты его трогаешь, когда ты его видишь. Но чтобы сфотографировать смолу, это прям надо, прям надо набраться терпения. Потому что прямо фотографировать ее сложно. Будем мы бликовать, будем мы отражаться. Ни в коем случае не используйте вспышку. Я в чек-листе все это пропишу, чтобы вы, ну, вдруг еще что-то забудут рассказать, все пропишу еще. Вспышку при фотографировании изделий эпоксидных или вообще любых лучше не использовать. Это испортит вообще все. Дальше. Я всегда собираю всякие листочки, сухоцветики, всякие деревяшки. Это тоже очень круто помогает нам фотографировать. И самый лучший свет – это дневной свет. Конечно, он может быть таким сильным, контрастным, вот как сейчас, да, видите, такая тень. Ничего страшного. По поводу фонов. Все профессионалы, практически все профессионалы советуют, я читала много материала. Лучше всего, если вы не чувствуете цветовой фон, лучше всего брать белый, натуральный или черный. Все зависит от того, какое у вас изделие, какое настроение фотографии вы хотите передать. Лучше всего белый. Вот я, как говорила, у меня есть холсты свои, они всегда у меня рядом. Я выставляю. Либо, либо вот такой вот у меня, как натурально льняная бумага, такой он натурально серый. Мы пользуемся благодаря, ну, все зависит от того, какое изделие нам нужно сфотографировать. Если это блюдо, да, на чем-то, мы показываем клиенту, как мы можем использовать блюдо. Мы ставим туда чашечку, цветочек, сервировка, выкладываем украшения. То есть, когда мы хотим продать что-то, мы должны показать наши изделия на практике. Для чего мы его продаем, да? Если это поднос, соответственно, разбросайте туда конфетки, разложите туда вкусняшки, возьмите с собой в ресторан. Я всегда, когда иду куда-то, если у меня есть изделие, я беру их с собой и фотографирую. В ресторане, возле ресторана. Это всегда работает. Если вам сложно заморачиваться с фотографиями, конечно, вы можете собрать все свои изделия и заказать профессионального фотографа в студии, да? То есть, есть определенное время, когда вы готовите изделия, собираете их, несете в фотостудию, вам фотограф профессионально все это отфотографирует. Если хотите сами сделать, вот, собираем кустики, собираем веточки, собираем фоны, выбираем дневной свет, даже если солнца нет. Пускай ничего страшного там в облаках, в тумане, это тоже будет передавать какое-то свое настроение. Но у вас должна быть чистая поверхность, у вас должна быть протертая не только камера, но протерто само изделие, да, от пылинок, от соринок, от всего. Хорошо протираем-вытираем. Вы можете со своими руками сфотографировать. Некоторые мастера надевают перчатки, некоторые там даже маникюр специально делают под свои изделия. Выбираем фон. И если, конечно, это игрушки, то тут можно прям макро снимать там только одну игрушку. Примеры фотографирования сейчас я вам, ну, то есть в конце сейчас это теория, и в конце я вам покажу, как я вот настраиваю и фотографирую, и какие кадры, как можно сделать и на чем лучше смотрится. Главное, вот знаете, в этом вопросе лучше не переборщивать, чем переборщить. То есть если вы сомневаетесь в постановке кадра, в цветовом фоне, лучше возьмите белый фон, поставьте изделие, просто игрушку на белый фон, и все. Это будет минимализм, и это будет показывать только одну игрушку. Хотите заморочиться, выходим в парк, идем к деревьям, к траве, к коре, надеваем наше украшение на елку, уже готово. Сама природа нам помогает. Как я выставляю кадр? Сейчас я вам все покажу. Так как это будем на примере елочных игрушек разбирать, да, у меня есть блюда по цветовому фону очень похожие, поэтому угол, и у меня здесь еще на тирюм написано, угол я буду делать фоном из своего блюда. У меня есть вот такие деревяшки на контрасте, но, наверное, я их не буду использовать, сильно темные. Еще у меня есть вот такие засушенные цветочки гортензии. Я их, наверное, вот сюда выложу, пускай тут капустка будет. Я заполняю, я люблю, когда полностью пространство фотографии заполнено. Я заполняю его, вот, раскладываем игрушки, чтобы на стене не падала цветка чуть ближе. Сухоцветики с этой стороны. Если есть, если есть, я не знаю, какие еще принадлежности, там, игрушечки, веточки, вот, я думаю, может быть, вот этот фон лучше будет. Да, наверное, я заменю вот это блюдо. Вот сюда поставлю. Оно по фону мне больше нравится. Вот, вот так. Можно даже купить просто какой-то деревянный поднос, да, и на нем, на светлом этом подносике отфотографировать. Вот смотрите, даже если я вам ближе к камеру приведу, вот даже просто, вот, с подносом и цветами. Конечно, это прям заморочиться надо, это надо поработать, но вы же потратили столько сил, уже создавая это изделие, что вот еще чуть-чуть и сделайте кайфовый кадр, который продаст ваше изделие, и которое ваше изделие покажет с самой лучшей стороны. То есть выставляем кадр, и когда вы фотографируете, можно сфотографировать, вот, к сожалению, на камеру вы не видите, но я все сделаю, я выставлю дальше. Можно сфотографировать прямо, да, как наше изделие вот увидит, да, можно сфотографировать, камеру спрятать через какой-то сухоцветик или какое-то изделие, то есть сбоку, да, сфотографировать. Так вы блики, вот, смолу лучше, конечно, фотографировать с разных ракурсов по бокам, потому что блики очень классно отражают. И я еще иногда переворачиваю телефон, чтобы камера ниже была, тогда само изделие больше попадает в кадр, и лучше видно его. И ракурс меняется, ракурс интереснее становится. Также обязательно снимаем видео. Я уже молчу о процессе, да, какой должен быть у вас. И еще, ребят, когда мы отфотографировали, когда мы все сделали, в любом случае, ну, есть прям супер удачные кадры, что можно обойтись без фоторедактора. Но чуть-чуть подкрутить контрастность, чуть-чуть убрать тень, чуть-чуть доработать фотографию, я делаю это в PixArt. Сейчас тоже все показываю. Итак, смотрите, у меня вот самое любимое PixArt. Абсолютно вообще очень простая и очень легкая программа. И бесплатная версия. Можно купить платную, там еще всякие фишечки есть дополнительные. Но выбираем нашу фотографию, да, выбираем наш кадр. Это вечно потом, когда выбираешь. Это муки, что и какой кадр самый лучший сделать. Смотрите, здесь есть фильтры. У меня есть мои недавние, это вот мои любимые, которые я использую. И там куча тех фильтров, которые я еще не использую. Я не применяю фильтры, которые, знаете, меняют прям фон. Видите, вот было ярко, контрастно, которые меняют цвет. Вот здесь есть прям поярче. Смотрите, вот натуральный цвет, да, и суперяркий. Я ролик сдвигаю, сдвигаю, ну вот, на процентов 86. То есть за счет того, что мы фотографировали на солнце, вот видите, сильный, сильный контраст. И чтобы, и чтобы сухоцветики смотрелись ярче, потому что вживую они ярче. Вы смотрите, в любом случае, на ваше изделие натуральное. То есть ни в коем случае нельзя менять цвета, потому что ваш клиент закажет, а ваше изделие абсолютно, например, другого цвета. Меняю, вот этот фильтр называется India 1, резкость на 86. Окей, нажимаю, готово. Теперь захожу в ретушь. Вот ретушь. И здесь есть супер, значочек такой подробно. Его нажимаю, растягиваю фотографию, и вот наши сухоцветики, сухоцветики или какие-то детали, видите, я их проглаживаю, и программа делает их четче, делает их выразительней. Вот. Вот всякие пайеточки, деталечки. Если вам, там, я не знаю, вы увидели какую-то грязь, да, на изделии, которую вы не убрали, здесь есть в инструментах вот клон, да, вот такой вот кусочек. Мы нажимаем на пустой фон и переводим туда, где наша грязючка, да, убираем ее, но только ту, которая, нажимаем готово, только ту, которая можно вытереть, то есть какие-нибудь, там, я не знаю, пузыри или часть рисунка мы не убираем, потому что это уже есть на изделии. Все, этого достаточно. Далее готово. Сохранили. И так со всеми изделиями. Я надеюсь, было полезно. Особенно мои ученики, кто слушает. Пожалуйста, применяйте это на практике, потому что я очень переживаю за каждого из вас, и мне очень хочется, чтобы ваши все усилия не прошли даром. Даже если вы не продаете, но просто сфотографировать и похвастаться, и своей душе приятно, что вы когда-нибудь там подарите этот набор, фотография у вас останется на память, чтобы вы помнили, как это круто было сделано, и как качественно, и как красиво, чтобы не было желтой фотографии с отбликом нашей люстры из кухни и одеяло, там, не знаю, кинутое на столе. Пожалуйста, следите, чтобы фотография была не пересвеченная, не желтая, не... То есть лучше выйти в туманный, как я говорила, в туманный подоконник и там сделать, чем при свете комнатной лампы нашей. Надеюсь, было полезно. Всем вдохновение и процветание!